Всем привет, друзья! Сегодня у нас 8 августа 2021 года. 8.08. Очень классная дата. И хочу вам немножко рассказать, так как я любитель вот таких вот необычных цифр. Это называется двойная энергия. День двойной энергии на всё. И на деньги, и на здоровье, и на любовь, и на благополучие, на счастье, на всё, что желаете. Сейчас двойная энергия, двойной знак бесконечности. Кстати, вспоминала, не могла вспомнить этот фильм шикарный, вернее, даже не фильм, а сериал, в котором там вот как раз знак уже у девушки, главной героини, двойная бесконечность, знак её и отца. Кто помнит этот фильм, смотрел, напомните, пожалуйста, кстати, тоже очень интересный фильм. Но я настолько много сейчас смотрю фильмов, сериалов постоянно, что уже теперь и не знаю, и не помню. Все названия один за одним. Вот сейчас смотрю, например, «Правильная жена» или «Хорошая жена», штатовский фильм 2009 года, сериал. «Семь сезонов», очень большой, очень длинный, советую всем посмотреть, довольно интересный. Я на автобусной станции, и вот сейчас автобус номер 9. Вот здесь карта нашего острова, видите, вот город Райт, где я сейчас нахожусь, и вот он в центре нашего острова, город Ньюпорт. Ньюпорт – это столица нашего острова Уайт. Расстояние от Райда до Ньюпорта 7,8 миль или в переводе на километры, это будет порядка 13 километров, потому что в одной миле, как вы знаете, 1,6 километра. Примерно автобус идёт 35-40 минут, если не будет никаких проблем, если не будет пробок. Как обычно, бывают и пробки, вы знаете, особенно вот в час пик, по утрам, в обед и вечером после работы, очень часто перегружена эта трасса Ньюпорт Райт. Что ещё хочу сказать, что странно, несмотря на то, что Ньюпорт – это столица нашего острова, там проживает всего лишь 25500 человек по последней переписи 2011 года, а вот в городе Райт, в котором я живу, проживает 32 тысячи человек, то есть получается, что на 7 тысяч больше. Ну, город Райт, наверное, такой густонаселённый город, потому что у него очень хорошее расположение, как вы знаете, там у нас и Хэркрафт, судно на воздушной подушке, и также паромы все идут из Райда, и пассажирские, и грузовые ферри, White Link Ferry называется, и Red Link Ferry. Вот поэтому там предпочитают жить люди, которые работают на материке и каждый день переправляются через пролив Солод, чтобы успеть на работу. Так как на острове Уайт работу найти сложно, какую-то серьёзную и интересную, здесь в основном только работа в отелях или в магазинах, поэтому очень многие люди в Портсмассе, в Саус-Хэмптоне находят работу, а бывает, что и в Лондоне. Я гуляю в самом центре Ньюпорта сейчас. Не очень я люблю сюда приезжать, вы знаете, но иногда какие-то меня заставляют именно дела. Ну и вот, смотрите, я сегодня хочу вам показать вот это интереснейшее здание, как вы видите, это здание церкви, и на нём написано Weatherspoon. Давайте подойдём поближе, я вам покажу и расскажу всё. Очень интересно, абсолютно такое экзотическое место. Но это Weatherspoon, видите, написано, и название, основное название The Man in the Moon, мужчина на Луне, free house. И, как вы понимаете, это церковь, опять использована под ресторан. Вот такая вот церковь, тоже старая, наверное, где-то 17 или 18 век. Так, и давайте мы зайдём в этот Weatherspoon ресторан, кафе, как тут его даже назвать, не знаю, но, скорее всего, кафе, конечно. Weatherspoon считается очень популярной в Англии и очень дешёвые такие кафе по всей Англии. Очень распространённый бренд. Что здесь? Вот, видите, как классно здесь. Здесь такое огромное кафе. Обеденное время, народу полно. Вообще, кстати, никогда я даже не видела, что здесь такая супер-супер интересная церквушка с баром и с рестораном внутри. Здесь, посмотрите, какое огромное помещение. Ниньки. Стойка-баром. И дальше ещё у них наверх места. Давайте пройдём, посмотрим. Это типа консервы перебит, наверное. Говоритная. И старая. Посмотрите здесь, что. Называется же Man in the Moon. Вот у него луна под ногами. Вот такой мэн. Мужчина на луне. Ну и вот. Здесь самые уединённые такие места. Опять любимые английские картинки на стенах. Это вот чисто английские такие. Картины в паб. Очень любят их вешать англичане. И вот эта мебель, вы знаете, она, конечно, порой шокирует. Посмотрите. Составлены два совершенно разных стола. Неизвестно откуда принесённых. Ну, наверное, чуть ли не с этих кабуцейлов. Посмотрите, стулья. Все абсолютно в разнобой. Там даже по высоте разные. И здесь, посмотрите, тоже разные. Вот, да. Кто-то, наверное, конечно, те, кто говорят, что вообще, конечно, кошмар. Как так можно? Что за убогость? Иногда на самом деле это такая английская простота. Ну, вот сейчас спустимся здесь. Я спускаюсь. А вы смотрите вокруг. Ай! Огромная территория. Вот видите, это окно, церкви и потолок тоже. Ну, только что здесь немножко его как-то декорировали по-другому. Но интересно мне то, что людей немерено здесь. Посмотрите, всё занято внизу. Обычно очень популярные у англичан бывают именно вот такие вот помещения. Старые какие-то пабы. Посмотрите внизу. Внизу под ногами у меня ковровое покрытие. Вот. И ещё... Ой! Посмотрите, здесь остались ещё такие. Thank you. Здесь такие два кресла. Это, опять же, то, что когда-то было в церкви. Да, интересная вещь. И на этой стороне тоже, видите, девушки закрылись. Не дай бог, чтобы я их не сняла на камеру. Многие, ну, многие они любят, и понятно. И вот, посмотрите, здесь тоже все разные стулья разномастные. Может быть, это у них так специально. Вот и здесь, за этим столом, посмотрите, каждый стул разный. Честно сказать, я впервые такое вижу. Возможно, это специально так у них придумано. Потому что, действительно, посмотрите, на всех столах стулья. Вот такие вот в разнобой. Здесь вот очень красивая тоже. Очень красивый комод старинный. Да. Я просто, друзья, решила вам показать, как по-разному здесь, в Англии, используются старые церкви. Просто элементарно. Все, что хочешь, можно встретить внутри. И еще, вы знаете, я знаю, что у меня много здесь моих зрителей. Очень любят и знают все названия растений и цветов. Я хочу вам показать. Вот сейчас подойду поближе. Вы знаете, вот эти вот очень красивые растения, которые сейчас цветут везде. Я вам уже их показывала неоднократно. Хочу еще раз обратить ваше внимание. Посмотрите. Кто знает, как называются эти растения? Пожалуйста, расскажите мне. А я здесь на углу, когда приезжаю в Ньюпорт. Люблю посидеть и выпить кофе здесь на свежем воздухе. Кофе Коста. Вот видите, вот там вот я просто отошла. Отошла подальше. Коста название. Ну, вы знаете, это опять такая монополия, которая практически уже сейчас сожрала и уничтожила все остальные маленькие кафешки, которых здесь было очень много. Можно было выбирать, можно было заходить в любое. И там был кофе намного дешевле. А сейчас вот именно на этих же самых местах их вытеснила вот эта компания Коста, которая теперь по всей Англии. Ну, вы знаете эту историю. Монополии все вытесняют. И они теперь 2,50-2,70 фунта. То есть 250-2,70 рублей, если переводить. Продают вот такие вот стаканчики кофе. На вынос. Ну, можно здесь, наверное, было взять и такой обычный кофе, не знаю, в Москве. Я помню, что в Москве была такая же история, когда, по-моему, там шоколадница, кафешки в Москве в центре, они вытеснили все остальные. Происходит это сплошь и рядом. Такая же история была с очкариком. Здесь, опять же, в центре Москвы маленькие магазинчики оптики. Они все были сожраны вот этой огромной фирмой очкарик. Может быть, конечно, сейчас все поменялось, но я помню. И вот я сделала все свои дела в Ньюпорте. Я показала вам кое-что, то, что хотела. И возвращаюсь назад. Может быть, удивляетесь, почему я не еду на своей машине, почему я стала использовать автобус. Вы знаете, иногда, когда мне нужно ехать, вот как сегодня я была в банке, там бывает очередь, ждать надо долго, пока эти документы оформляют. Они никогда никуда не торопятся. Поэтому парковки 2 часа бесплатно, а дальше найти парковку бесплатную очень сложно. Я предпочитаю ездить на автобусе по делам. Ну, а на этом сегодня мое видео для вас заканчивается, друзья. Всего вам доброго. Еще увидимся. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok